МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона расскажем прямо сейчас. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Иван Шумилин. Смотрите сегодня. Комплексное развитие Самарского региона в центре внимания президента страны Владимира Путина. Он провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. О ключевых вопросах расскажем подробнее. Что сейчас происходит в Тольятти? Как себя от вас чувствуют? Количество байкеров на улицах города многократно возросло. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть внимательнее на дорогах. Дождитесь сухих и чистых дорог. И дышать будет легче, и управлять техникой тоже будет легче. Учитель всех учителей в Тольяттинском госуниверситете прошло заседание Дома ученых, посвященное 200-летию со дня рождения Константина Ушинского. Должен сказать вам, что это заседание мы делаем вместе с гуманитарно-педагогическим институтом, его коллективом. Программа расселения ветхого жилья и решение вопроса обманутых дольщиков, поддержка родных и близких наших военных и здравоохранения. Комплексное развитие Самарской области было в центре внимания президента страны Владимира Путина. Он провел рабочую встречу с главой региона Дмитрием Азаровым. Он детально рассказал о дальнейших планах работы по ключевым отраслям, строительство крупных проектов, поддержка Донбасса. Отдельное внимание было уделено текущей ситуации на Автовазе и поддержке Тольятти. Обо всем подробнее расскажет Наталья Лопатина. Встреча главы государства и Дмитрия Азарова началась с вопросов социально-экономического развития региона. Обсудили ситуацию, которая сложилась на одном из главных предприятий страны. Работа Автоваза всегда находится в фокусе внимания главы государства. Благодаря его прямой поддержке за воду уже не раз удавалось преодолеть кризисные явления. В прошлом году появились новые вызовы. Они затронули и автогигант, что отразилось на загрузке производственных линий, выпуске продукции. Что сейчас происходит в Тольятти? Как себя Автоваз чувствует? Благодаря, на мой взгляд, очень эффективным решениям новой управленческой команды Автоваза, тем мерам поддержки, которые вновь появились, благодаря вашим поручениям в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Автоваз запустился. Второе полугодие, в общем, было на уровне прошлого года. И планы предприятия на следующий год выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов. 2023 год для Самарской области начался тяжело, сообщил президенту страны губернатор Дмитрий Азаров. 1 января в Макеевке в ходе ракетного удара погибли военнослужащие, призванные из Самарской области. Это стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона. Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми. Для всей страны переживаем. 2 числа был уже создан региональный штаб. Я созвонился с Министерством обороны. Спасибо коллегам. Уже 3 числа утром прошло специальное совещание в Министерстве обороны с заместителем министра обороны, где мы четко определили порядок взаимодействия Министерства обороны и Самарской области в этот непростой период. 4 числа мы уже вместе с заместителем министра обороны Виктором Петровичем Горемыкиным вылетели в Ростов, посетили раненых бойцов в Ростовском военном госпитале. Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в больницах городских. Поговорили с людьми. Договорились о том, это было их желание, чтобы пройти лечение на Самарской земле, Самарского военного госпиталя. Кстати, Самарская область в первой стране ввела социальные паспорта военнослужащих, чтобы все точно знать об их семьях и их нуждах. Особое внимание, Владимир Владимирович, это семьям военнослужащих, которые погибли, защитникам Отечества. Здесь, конечно, нам сильно помогло то, что мы первой в стране создали социальные паспорта семьи военнослужащих, и мы знали о составе семьи, вопросы, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьей военнослужащих. И когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом. Глава региона также доложил Владимиру Путину о колоссальных изменениях в благоустройстве общественных простран в Самарской области. В частности, речь шла о Тольятти. У нас в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, за эти годы появилась своя набережная. Вот во всех волжских городах Самарской области есть своя набережная, и в Тольятти. Вы давали отдельные поручения. Я вам докладываю, что в первую очередь... Меняется огромный город. Абсолютно. Абсолютно. И Тольяттинская набережная, я надеюсь, вы ее сможете увидеть, лучше в летний период, конечно. Но 700 метров непрерывного фонтана, только одного, конечно. Я уверен, что горожан это сильно порадует. Они очень об этом просили. Я вас благодарю за поддержку. Надеюсь, и по второй очереди набережная мы поддержку найдем. Также Дмитрий Азаров рассказал главе государства о поддержке города Снежное по братиму ДНР. За 2022 год здесь восстановили 82 объекта. Это дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады и спортивные сооружения. Вот смело могу сказать, что сумма потрачена 1,165,000,000. Полностью возвращена регион из федерального бюджета. Мы должным образом оформили все документы и из федерального бюджета нам сумма была полностью возмещена. Мы не снизим темпов и в текущем году также продолжим, конечно, помощь нашему городу по братиму. Но еще раз подчеркну, федеральная правительство нам полностью компенсировало затраты регионального бюджета. Это очень-очень важно. Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи наряду с социально значимыми темами обсудили вопросы строительства жилья, переселения граждан из аварийного фонда, восстановления прав обманутых дольщиков и выделения квартир детям-сиротам. В 2021 год такой шаг значительный вперед сделали, опережающий. В 2022 году удержали эти показатели, чуть превысили, чуть превысили те плановые показатели, согласованные с Министерством строительства и правительством Российской Федерации. Почти 1,9 млн квадратных метров жилья ввели. Говоря об экономическом развитии региона, Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область в 2022 году, как и вся страна, столкнулась с беспрецедентными антироссийскими санкциями. Тем не менее, регион показал высокую адаптивность к существующим реалиям, держит удар и находит новые возможности для развития. Губернатор отметил, что главный локомотив развития губернии – реализация национальных проектов. Благодаря прямой поддержке главы государства, федерального правительства в регионе в последние годы происходят колоссальные изменения. Это касается всех направлений экономического и социального развития. Отметим, что это уже вторая встреча Владимира Путина самарским губернатором за последние полгода. Дмитрий Азаров проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед регионом, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Владимир Путин пожелал Дмитрию Азарову успехов. Наталья Лопатина, Новости Тольятти. О важности встречи президента страны Владимира Путина и губернатора Самарской области высказались известные политические и общественные деятели региона Итальяти в частности. И вот что они говорят. Это прецедент своего рода, потому что президент человек очень занятой. И то, что встреча была 18 октября предыдущей, вот сегодня, 28 марта, действительно, говорит о том, что президент очень внимательно смотрит за тем, как развиваются события в Самарской области. Самарская область, она, конечно, очень важна, как промышленный центр, как научно-образовательный центр. Отдельной темой, конечно, именно была специальная военная операция. Мы знаем, сколько раз губернатор ездил в зону специальной военной операции, многократно. Его личное участие во многом определило то, как, собственно говоря, оказывается помощь семьям. Не только, конечно, тем, кто погиб в операции, всем семьям. У нас создан специальный паспорт семьи военнослужащих. И я хорошо знаю, что буквально никто здесь не забыт, и ничто не забыто. Оказывается, всесторонняя поддержка. Я так считаю, что результат вот этой встречи, он дает импульс для всех нас. Ну и, естественно, вот то, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин высоко оценил работу региона и дал положительную оценку всем действиям нашего лидера регионального и предложил ему вновь участвовать в выборах губернаторов. Я как председатель комитета семей воинов отечества делюсь постоянно опытом и рассказываю, какая у нас огромная работа ведется для семей военнослужащих. И думаю, эта встреча лишний раз подтвердила, что мы на правильном пути и действуем как нужно слаженно под руководством нашего губернатора. Дмитрий Игоревич Азаров с первых дней специальной военной операции подставил нам, семьям военнослужащих, свое крепкое плечо. Мы всегда знаем, что на него можно положиться. И проблемы семьи военнослужащих в нашем регионе в приоритете. Также мы знаем, что он очень часто приезжает к нашим мужьям, нашим воинам и поддерживает их там, на передовой. И теперь к другим событиям. За информационную помощь очередное заседание Тольятинской городской думы началось необычно, с награждения. Сотрудникам компании «Ладомедиа» законотворцы вручили почетные грамоты за существенный вклад в освещение деятельности думы, а также высокий профессионализм в работе на благо города на протяжении многих лет. Подробности торжественной части и самого заседания в материале нашего корреспондента. Заседание городской думы началось с торжественного момента. Сотрудники компании «Ладомедиа» были награждены почетными грамотами за заслуги в сфере оказания телекоммуникационных услуг во благо городского округа Тольятти и его населения. Награды за высокий профессионализм в освещении общественно-политической и социально-экономической жизни города вручили креативному директору «Ладомедиа» Марине Шекиной и главному режиссеру Владимиру Пучкову. После торжественной части депутаты приступили к своим непосредственным обязанностям, а именно к рассмотрению неотложных вопросов до конца марта. Одними из первых обсуждались изменения в положении о почетном гражданине городского округа Тольятти. Как выяснилось, для такого большого города присвоения лишь одному человеку в год такого звания совсем недостаточно. Поэтому есть запрос. От администрации города с предложением увеличить количество членов, которые избираются ежегодно согласно положению. Предлагается увеличить до двух человек ежегодно. Депутатами на голосование о двух почетных гражданах Тольятти в год вопрос был решен положительно. Далее с информацией не менее значимой, а именно о ходе выполнения мероприятий под программой модернизации автомобильных дорог и муниципальной программой развития транспортной системы и дорожного хозяйства Тольятти выступил руководитель департамента Павел Банов. Для города и в частности для тех, кто живет в Комсомольском районе, данные будут весьма интересны. Строительство участка улицы Механизаторов от Безычайкина до улицы Громовой в 2023 году предусмотрено финансирование суммы 6 млн 623 тысячи. Это именно сумма софинансирования бюджета городского форта Тольятти. Всего стоимость данного строительства у нас составляет порядка 115 млн. рублей. Кроме строительства новых дорог, программами, по словам докладчика, будут охвачены и другие сферы дорожного хозяйства. В частности, реконструкция и капитальный ремонт дорог. В городе еще достаточно мест, которые однозначно подходят под эти направления. Депутатов тема докладчика не затронуть не могла. Особенно сейчас, весной, когда некоторые городские улицы просто перестают отвечать требованиям безопасности. Ближе к концу заседания депутаты утвердили исполнение праздничных мероприятий в 2022 году и обсудили некоторые детали мероприятий предстоящих, в частности, 1 и 9 мая. Слуги народа выразили надежду на то, что в этом году весенним народным гуляниям пандемии уже не помешает. Наталья Лопатина, Василий Логинов, Андрей Костомаха. Новости Тольятти. И к другим темам. Президент акционерного общества «АвтоВАЗ» и член бюро «Союзмаш» Максим Соколов выступил на заседании управляющего органа Союза машиностроителей России. Руководитель крупнейшего российского автозавода доложил о своей работе в качестве члена бюро «Союзмаш», а также рассказал о текущем положении дел в отечественной автоиндустрии. Под кураторство Максима Соколова и при активной поддержке руководства республики создано и приступило к работе региональное отделение «Союзмаш» в Ингушетии. Развивается региональное отделение в Чеченской республике, состав которого в ближайшее время войдет одно из ключевых местных предприятий, также представляющее автомобильную отрасль. Значительное внимание уделяется работе в Санкт-Петербурге, где Максим Соколов также является куратором регионального отделения «Союзмаш». Как известно, вскоре на местном заводе группы «АвтоВАЗ» начнут сходить с конвейера новые автомобили «Лада». Под задачей главного конвейера в Тольятти и под планы локализации на заводе в Северной столице активно прорабатываются возможности сотрудничества с поставщиками автокомпонентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Местное отделение «Союзмаш» оказывает всестороннюю поддержку «АвтоВАЗу» в этой работе. Комитет Союза машинстроителей по развитию кооперации локализации в автомобильной промышленности, которая объединяет ключевых отечественных поставщиков автокомпонентов, приступил к проработке с Минпромторгом России Фондом развития промышленности и инициатив по дальнейшему совершенствованию механизмов выдачи льготных займов на проекты локализации. В своем докладе о ситуации в российском автопроме Максим Соколов рассказал о выполнении «АвтоВАЗом» ранее намеченных целей и будущих планах предприятия. В частности, 3 марта 2023 года в Тольятти стартовало производство флагманской «Ладовеста» нового поколения. Идет активная подготовка к рестарту производства «Ларгус». Продолжаются работы над отечественным электромобилем «Еларгус», опытная партия которого должна быть выпущена в Ижевске до конца года. Совместно с партнерами из дружественных стран «АвтоВАЗ» готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом «Лада» в востребованных сегментах – «Ц» и «Д». Всего же в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует произвести более 400 тысяч автомобилей. Отдельное внимание Максим Соколов уделил мерам защиты внутреннего рынка, которые должны сделать инвестиции в производство автомобилей и автокомпонентов внутри России более выгодными, чем просто импорт готовых транспортных средств. «АвтоВАЗ» выступает за возвращение защитной роли утилизационного сбора. Для этого необходимо осуществить его индексацию и привести в соответствие с текущими экономическими реалиями. Компания подчеркивает, что эта мера не должна коснуться физических лиц, которые ввозят в Россию автомобили для личного пользования. Новые автобусы выйдут на линии городских маршрутов. Тольяттинское автотранспортное предприятие «Номер 3» получило первые 9 автобусов большой вместимости марки «МАЗ». Всего по заключенному договору лизинга город получит 19 единиц общественного транспорта. Все они будут задействованы на общегородских маршрутах. Срок поставки новых автобусов – апрель этого года. «Достаточно комфортный с точки зрения размещения пассажиров. Потому что у нас, во-первых, низкопольный. То есть у нас задняя площадка и средняя, и передняя все находятся в одном уровне. Это у нас три двери, соответственно, находятся на вход и на выход пассажира. У нас он оборудован кондиционером для водителя и, соответственно, специальной аппарелью для пассажиров с ограниченными возможностями. Современный автобус соответствует всем техническим требованиям и по безопасности, и по комфорту». «Поставить на учет, выполнить все регистрационные действия, оснастить дополнительным оборудованием, которое должно быть установлено в рамках контракта. На сегодняшний день в них не установлен автоинформатор, электронное табло, тахографы и блоки ГЛОНАСС. Все устанавливается на месте. После того, как они все придут, автобусы будут доскачены». «Рабочие вместо водителя очень удобные. И кнопочки, и подлокотники, и сидения – все очень доступно для водителя, не отвлекает от дороги. Также имеются диодные фары, очень свет яркий, в принципе, безопасное вождение, все, что и нужно для перевоза пассажиров». Возможность обновить подвижной состав появилась у муниципального перевозчика благодаря поддержке правительства Самарской области. Напомним, в 2022 году управленческая команда нашего региона была удостоена высокой оценки президента России Владимира Путина за эффективную работу в сфере социально-экономического развития. Это позволило привлечь в губернию крупный федеральный грант, средства которого по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были направлены на поддержку предприятий-перевозчиков. «Я думаю, что после майских праздников горожане уже все 19 автобусов увидят уже на городских маршрутах». Госавтоинспекция призвала мотоциклистов быть внимательнее на дорогах. Уже в ближайшее время количество байкеров на улицах города многократно возрастет. Поэтому сотрудники ГИБДД обращаются ко всем владельцам мототранспорта с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. С подробностями Кристина Буйнакова. Скоро начнется мотосезон. И главная задача, которая на сегодня стоит перед сотрудниками ГАИ – довести до водителей, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать трагедии на дороге. За зиму автомобилисты, конечно, отвыкают от присутствия байкеров на дорогах города. Да и тем, кто управляет двухколесным транспортом, нужно время, чтобы освежить навыки управления. Константин Богатов имеет большой стаж вождения мотоциклом. И как никто другой знает, что взаимовежливое отношение на дороге играет важную роль. Каждую весну выезжаешь, как будто первый раз. Начинаешь вспоминать, как руки-ноги работают. Привыкаешь к тому, что ты опять сел на мотоцикл. Поэтому не надо усложнять себе же ситуацию. Дождитесь сухих и чистых дорог. И дышать будет легче, и управлять техникой тоже будет легче. Каждый новый сезон на дорогах появляются молодые мотоциклисты, которые еще не успели приобрести необходимых навыков вождения. Именно эта категория водителей является более уязвимой. В апреле прошлого года в аварии погиб мотоциклист 1997 года рождения. Он был не виноват в том роковом для него ДТП. Но парень преневрек своей безопасностью и не был полностью экипирован. В ДТП попадают и опытные байкеры. В августе 2020 года на улице Революционной водитель Приоры не уступил дорогу мотоциклисту. В итоге произошла авария. Владелец байка получил серьезные травмы. А вот несовершеннолетний пассажир виновника дорожного происшествия скончался в больнице. Все-таки нас не видно, что мы средства повышенной опасности на дороге. Хотел бы пожелать водителям вспомнить о том, что началось лето, начался мотосезон, и что мы можем где-то быть недалеко. Встреча сотрудников ГИБДД с владельцами мототранспорта своевременно и важна. Главная цель – это профилактика и недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Ну и, естественно, соблюдение правил дорожного движения. Хочу отметить, что совещание прошло на достаточно такой доброжелательной ноте. С двух сторон были заданы вопросы, на которые получили ответ. В целом, я надеюсь, что мотоциклетного периода дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов не будет. И теперь к другим темам. Учитель всех учителей. В Тольяттинском госуниверситете прошло заседание Дома ученых, посвященное 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, великого классика и основоположника русской педагогики. Учителя, наставники, воспитатели и родители собрались все вместе, чтобы поговорить о важном. Какую роль педагог играет в жизни каждого человека? Все подробности в материале моей коллеги Яны Серко. В актовом зале Тольяттинского госуниверситета состоялось очередное заседание Дома ученых, посвященное 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, величайшего педагога в истории России. Научные доклады, яркие выступления и открытый микрофон. Заседание получилось познавательным и интересным. Жизнь великого педагога была недолгой. Болезнь забирала все силы. Но Константин Ушинский торопился работать и сделать для других как можно больше. Его научное творчество актуально и сегодня. Идея заседания совершенно замечательная. Мой доклад будет посвящен, во-первых, году педагога и наставника, а во-вторых, конечно, Ушинскому Константину Дмитриевичу, основоположнику отечественного образования, отечественной научной педагогики, создателю русской национальной школы. Вот, в общем-то, все внимание будет застряно, понятное дело, на нем. Дом ученых ТГУ подготовил выставку, где были представлены издания трудов Константина Дмитриевича. Книги о его жизни и деятельности, а также современные исследования его творческого наследия из фонда библиотек университета. К этому заседанию здесь готовились очень кропотливо. Должен сказать вам, что это заседание мы делаем вместе с Гуманитарно-педагогическим институтом, его коллективом, замечательными людьми, которые долгие-долгие годы осуществляют свою деятельность в педагогике. Разговор пойдет о педагогике очень откровенный и совершенно практический. То есть, рассказано будет об этом великому ученому много, но и много будет показано. Роль современного педагога многогранна и разнообразна. Педагог – это проводник знаний, психолог, наставник и даже защитник. Педагогика, в принципе, сама как наука, она уже оказывает влияние на человека, потому что она занимается человеком, его воспитанием, его развитием, его становлением в будущем. Ну, поскольку я представитель дошкольных учреждений, то есть мы стоим у истоков. Мы закладываем то, наверное, я думаю, лучшее, что будет потом в наших будущих гражданах. В конце заседания педагоги и учителя нашего города обсудили новые методы обучения и разобрали интересные практики получения знаний. И особенно подчеркнули, что труды великого педагога Константина Ушинского внесли особый вклад в историю развития педагогики России. Яна Серко, Андрей Костомаха, Новости Дальяти. И о погоде спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь марш чьем шторы бесплатно. Для вас мы сохранили цены прошлого года. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Наведите камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране, и сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами был Иван Шумелин. Всего самого доброго и хороших вам новостей.